Здравствуйте! В эфире итоговый выпуск программы «События» в студии Ларисы Шалафаст. Все самое важное за прошедшую неделю в нашем выпуске. Вначале коротко о главных темах. Справедливое решение. Самарским ветеранам труда вернут денежные выплаты, отмененные в 2017 году. Хлеб всему голова. Губернатор Дмитрий Азаров посмотрел, как обеспечивают безопасность сотрудников на Самарском булочно-кондитерском комбинате. Уборка по расписанию. В Самаре продолжается. Месячник по благоустройству. Из 20 заболевших новой коронавирусной инфекцией в Самарской области 14 человек уже выписаны. Ближайшие 2-3 недели будут определяющими по ситуации с коронавирусом в стране. Об этом на видеоконференции с губернаторами заявил президент России Владимир Путин. Он призвал глав регионов действовать быстро, собрано и профессионально. Подробности в нашем следующем сюжете. Президент предложил на три месяца, начиная с апреля, установить выплату специалистам, которые работают с больными коронавирусом. На эти цели регионы получат 10 миллиардов рублей. Врачам, которые работают с пациентами, больными коронавирусом, будут платить дополнительно по 80 тысяч, а медикам среднего звена по 50 тысяч рублей. Кроме того, Кабмин в двухдневный срок должен разработать график передачи больничных коек регионам, которые в них нуждаются. На их закупку потрачено более 33 миллиардов рублей. Еще на 13 миллиардов закупили необходимую медицинскую технику – реаномобили и машины скорой помощи, которые начнут поступать в регионы уже в апреле. Глава государства призвал губернаторов действовать по ситуации и не ограничивать массовой работы предприятий, если ситуация с коронавирусом в регионе не очень критична. К примеру, многие столичные компании продолжают работать или перешли на удаленный режим. Должен быть четкий и понятный перечень организаций, работу которых можно ограничивать. Остальных не стоит напрягать лишними справками и согласованиями. Сейчас действовать по какому-то единому шаблону не только неэффективно, но подчас и вредно. У вас есть все возможности работать адресно и выверенно. Учитывать ситуацию в каждом населенном пункте, на конкретных предприятиях, в субъекте федерации в целом. Также президент заявил, что нужно смягчить удар по бизнесу, сделать отсрочку по уплате страховых взносов на 6 месяцев. Для малого и среднего бизнеса отсрочка должна быть по всем налогам. Реструктурировать задолженность. В пятидневный срок подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса. Предпринимателям приходится непросто, заявил президент. Многие фирмы закрыты. Это серьезное испытание репутации бизнеса. Поэтому государство будет в первую очередь помогать тем компаниям, которые сохраняют занятость. Что касается граждан, в первую очередь помощь получат те, чьи доходы сократились, людям, которые не могут обслуживать свои кредиты. Дополнительные выплаты получат семьи, которым положен мат-капитал, и в которых есть дети до трех лет. Разработают выплаты и тем семьям, чьи дети не достигли семи лет. Кроме того, нужно производить выплаты и тем семьям, чьи доходы просили из-за сложившейся ситуации. Нельзя судить о доходах семьи по старым справкам. Те, кто не мог претендовать на помощь государства до пандемии, начнут ее получать. В семьях, где оба родителя потеряли доход, в апреле, мае и июне пособие по безработице будет автоматически выплачиваться по верхней планке. Кроме того, таким семьям будут выплачены по три тысячи рублей в месяц на каждого несовершеннолетнего ребенка. Гражданам нужно продлить каникулы по потребительским и другим кредитам. Действия паспортов, водительских прав, срок которых заканчивается, нужно автоматически продлить не менее чем на три месяца. Дорогие друзья, все проходит. И это пройдет. Наша страна не раз проходила через серьезные испытания. И печенеги ее терзали, и половцы. Совсем справилась Россия. В конце своей речи Владимир Путин заявил, что российские специалисты внимательно изучают опыт других стран. Самыми трудными являются 4-5 недель с начала эпидемии. Но строгое выполнение рекомендаций врачей, соблюдение тех мер, которые сегодня вводятся в каждом регионе, позволит переломить ситуацию. Виктория Шаре, События. Клиники САМГМУ готовы принимать пациентов с коронавирусной инфекцией. Медицинский персонал прошел повышение квалификации. Готовы к усиленной работе и службе реанимации. В клиниках университета есть 50 аппаратов ИВЛ. Елена Малютина продолжит тему. Здравствуйте, Петрова Стана Григорьевна. Вас беспокоит университетский штаб САМГМУ. Мы бы хотели узнать по поводу вашего самочувствия. Что-то вас беспокоит в последние дни? Ежедневно доброволец штаба САМГМУ Федан Клевачева обзванивает около 100 человек. Этим облегчает работу врачей. Каждый раз ориентируется по ситуации. Может вызвать доктора на дом, либо подключить волонтеров из всероссийского движения «Мы вместе» для оказания социальной помощи. Кому-то нужно купить продукты, кому-то оплатить коммунальные услуги. В основном такую помощь волонтеры оказывают одиноким людям преклонного возраста. В штабе волонтеров-медиков САМГМУ около 300 человек. Каждого контролирует старший медицинский персонал. Мы считаем, что это действительно очень важно. Это снизит, во-первых, процент распространения больных. Ну и к тому же мы должны помогать. Это наше призвание. Мне захотелось оставаться в стороне. Захотелось помочь людям. Сделать что-то полезное. На случай, если больных коронавирусом станет больше, сам ГМУ создает кадровый резерв. Медицинский персонал проходит дистанционное обучение. Сейчас повышают квалификацию 151 сотрудник. Для врачей всех специальностей подготовлены видеоролики по сердечно-легочной реанимации, оказанию неотложной помощи и использованию средств индивидуальной защиты. Врачи учатся, например, протезированию дыхательных путей и респираторной поддержке пациентов с вирусной пневмонией, диагностировать и лечить коронавирус и многому другому. Все видео можно посмотреть на канале САМГМУ в Ютубе. Готовы к усиленной работе и реанимационные службы. В клиниках университета есть 50 аппаратов ИВЛ. У нас потенциальная готовность есть открытие примерно 200 койк при увеличении потока с такой патологией. Имеется в виду те койки, куда будет возможность подвести кислород, что очень важно. Сейчас мы зарезервировали помещения отдельные при выявлении пациентов с коронавирусной инфекцией, где они могут какое-то время находиться, пока диагноз подтвердится или не подтвердится, чтобы не смешивать потоки. Поэтому, говоря про клиники, у нас очень серьезная готовность. В клиниках САМГМУ предусмотрели и разделение потоков. Пациенты с температурой и признаками ОРВИ заходят в больницу через другой вход. Напоминаем, что каждый может помочь предотвратить распространение коронавирусной инфекции, если останется дома. Елена Малютина, Максим Гусев. События. С понедельника в Самарской области возобновят работу ЗАГСы, МФЦ, миграционные службы, организации, имеющие медицинские лицензии, химчистки, обрабатывающие производство. Все организации будут работать как дистанционно, так и по предварительной записи. На минувшей неделе к работе уже приступили больше сотни самарских жизнеобеспечивающих предприятий, но с условием соблюдения всех необходимых санитарных норм. Мария Левина продолжит тему. 111 предприятий Самарской области возобновили работу с этой недели. Среди них, в первую очередь, флагманы экономики региона. АвтоВАЗ, Прогресс, Кузнецов, Весна. Губернатор Дмитрий Азаров дал им зеленый свет по многочисленным обращениям работодателей, но, отметил глава региона, необходимые условия – тщательная проверка соблюдения санитарных норм. Безопасность самарцев в приоритете. Для Самарской области, одного из мощнейших промышленных центров страны, крайне важна работа системообразующих предприятий. По всем предприятиям работодатель должен определить минимальную численность работников, необходимых для функционирования предприятий, и обеспечить возможность работы сотрудников в удаленном режиме. Одной из системообразующих предприятий региона – завод «Авиаагрегат». Здесь реализуют стратегически важные задачи. Проектируют и производят шасси для различных типов самолетов. Всего на предприятии работают 2000 человек. На время самоизоляции завод приостановил производство. Сегодня рабочие места заняли 200 человек. Все они оснащены необходимыми средствами индивидуальной защиты – масками и перчатками. Каждую неделю здесь составляют новый график, решают, сколько человек выйдет на производство. Список формируется, исходя из обстановки в регионе и стране в целом. Есть и те предприятия, где работа не останавливалась ни на один день. Например, пищевые. Здесь на производстве заняты около 900 человек. На фабрике позаботились о безопасности сотрудников. Чтобы обеспечить необходимую дистанцию между людьми, нанесли специальную маркировку. Расстояние в полтора метра организовано не только на рабочих местах, но и, например, в столовой. Регулярно проводят дезинфекцию. Особое внимание перилом и ручкам дверей. Офисные сотрудники могут при желании работать удаленно. Встречи были заменены переговорами по скайпу и смарт-очками там, где это возможно. Также мы увеличили количество фабричных автобусов для доставки сотрудников, чтобы обеспечить необходимое расстояние между людьми. Здоровье людей – наш основной приоритет. Мы непрерывно работаем над тем, чтобы обеспечить здоровье и безопасность сотрудников. Мы предприняли ряд мер по обеспечению безопасности на нашей фабрике. Наша продукция полностью безопасна. На всех самарских системообразующих предприятиях проводят ежедневный мониторинг по соблюдению санитарных норм. Самарская область обладает большим потенциалом в промышленности. По данным за прошлый год, регион занял четвертое место в ПФО по объему отгруженных товаров и добыче полезных ископаемых, обеспечению электрической энергией, газом и паром. Пятое по обрабатывающим производствам и первое место по водоснабжению, организации сбора и утилизации отходов. Важно не допустить простоя в работе промышленных предприятий. Мария Левина, события. 25 тонн куличей испекут в Самаре к Пасхе. В этом году их будут освещать прямо на предприятии, чтобы самарцы не нарушали режим самоизоляции и не выходили из дома в церковь. Как работает предприятие в эпидемиологических условиях, проверил губернатор Дмитрий Азаров. Упал ли спрос на выпечку во времени рабочей недели, узнала наша съемочная группа. С детства любимый был. Да. Да. Отца. Да. Думя. Да. Горячая. Свежего хлеба хватит на всех. Во время объявленной нерабочей недели производство на Самарском булочно-кондитерском комбинате не останавливалось. Спрос увеличился на тесто. Самарцы стали больше готовить дома. Поэтому тортов купили меньше. На следующей неделе работы на комбинате прибавится. Приступят к выпуску куличей. В этом году запланировано испечь 25 тонн. Пасхальное лакомство будут освещать прямо на предприятии, чтобы покупателям не было необходимости нести куличи в церковь. Большое скопление людей все равно может, к сожалению, создать угрозу здоровью людей. И если бы здесь все понимали, что с БКК кулич уходит освещенный, то люди понимали, что не надо сейчас может прийти в толпу, не надо обязательно туда дойти, потому что здесь уже это сделано. Да. Ну, видимо, этот год он... Особенность. Даже есть обращение патриарха, вы знаете, Кирилла, о том, что помолиться бы дома сейчас самое время. За качество продукции можно не переживать. К санитарным нормам на предприятии всегда относились очень внимательно. Сейчас меры усилили. Все сотрудники, приходя на работу, меряют температуру, обязательно надевают маски и перчатки. Также обязательное условие – дистанция не меньше полутора метров. А хлеб после выпечки поступает в цех охлаждения и автоматически упаковывается бесконтактным способом. Усилены все меры санитарной безопасности, что дает возможность предприятию успешно трудиться. Хочу сказать, что подобные нормы и требования сегодня исполняются на всех предприятиях Самарской области, которые возобновили свою работу после простоя. Там, где не в полной мере производство сегодня к этому готово, оно не в полной мере и работает. Сегодня часть крупных предприятий ведут подготовительные работы для того, чтобы полностью защитить свои коллективы от угрозы распространения коронавирусной инфекции. По решению президента, нерабочие дни в стране продлены до 30 апреля. Исключение только для продуктовых магазинов, больниц, аптек и других жизненно важных предприятий. При этом у регионов есть право расширять этот список. Что Самарская область сделала? Заработали ряд крупных компаний, но при условии, что их руководители взяли на себя дополнительную ответственность по соблюдению повышенных мер безопасности. Лариса Шлафаст, События. Чтобы не допустить распространения в Самарской области коронавирусной инфекции, под ограничение работы попали и предприниматели. Торговля разрешена только определенным категориям, реализующим товары первой необходимости. Как эти ограничения соблюдаются на деле, проверила Мария Левина. В сумке переехали туда и указатель направо. Ну, повернув я сейчас направо, либо пройду немножко и поверну налево, ни сумок, ничего либо другого я не найду, потому что все точки на рынке закрыты. Так пусто здесь было разве что ночью. Кировский рынок на время самоизоляции закрыл все ларки. Обойкой торговли напоминают лишь манекены, брошенные в ППХ. Все, все, ничего не надо. Дезинфекция у нас все делается, все хорошо. Никого не пускаем на рынок. Случайные прохожие все же есть, но спешат они все к метро. Вот за транспортной картой только пришел. Раньше было толкучки здесь. Вы что, конечно, особенно суббота, воскресенье тут толкучки. Отсюда мы направляемся на рынок в 15-м микрорайоне. И тут совсем иная картина. А вы куда уходите? Не хочет разговаривать. Пошли дальше. Ой, с другой стороны. А вот здесь интересно уже. А вы почему торгуете? А ты делаешь? Сижу. Здравствуйте, дети. Да. А че не точка инспекция? У меня продавцов. Там она вынесла. А что, все, бери, что хочу. Продавцов нет? Да. Просто так висит для людей, для народа? Да. Это просто праздник какой-то. Со слов продавцов торговли здесь не ведется. Но, как мы видим, ларьки открыты. Поэтому подходи и бери все, что хочешь. Немногим позже приезжает хозяйка от торговой точки. Я хозяйка. Почему вы ведете торговлю, когда это сделать нельзя сейчас в этой теме? Да. А вот это вы видели. И что это? Мы направили запрос соответствующие органы с просьбой прокомментировать законность такой торговли. Ведь в перечне речь идет не о рынках, а именно о магазинах. Пока же проконсультировались с юристом. Здесь налицо недобросовестный факт ведения предпринимательской деятельности. В таком случае предприниматели могут, учитывая, что они торгуют якобы предметом первой необходимости, вести свою торговлю, но это запрещено. Сейчас, в текущей ситуации, это нежелательно. Поскольку рынки – это также места массового скопления людей. Не случайно список рекомендован именно для магазинов. Там есть возможность проверить качество, материал, состав, изготовителя и в случае чего составить претензию. На рынке такой возможности нет. Сложнее здесь и соблюдать меры предосторожности. Например, необходимую дистанцию между людьми в полтора метра. Но в администрации рынка нас заверили, что закон не нарушают. Татьяна, так ответьте, пожалуйста, на вопрос, почему штанами торгуем? Штанами у нас не торгуют. То есть вы отрицаете? Я сама была лично в 12 часов на рынке и делала обход. Штанов никаких. Пойдемте вместе выйдем? Два шага от вас. Да, давайте спускай. Пошлите? Спускай. Ну, пошлите вместе, ну. Спускайтесь, я выйду. Впрочем, ожидания оказались напрасными. К нам так никто и не вышел. Сработали оперативно, чуть меньше 10 минут, и все точки уже закрыты. Но остается вопрос, надолго ли? Редакция «Самары ГИС» продолжит следить за развитием событий и ждать ответы на наши запросы от надзорных органов. Мария Левина, Константин Головин. События. С мая ветеранам труда Самарской области вернут единые денежные выплаты. Такое решение принял губернатор Дмитрий Азаров. Выплаты получат почти 90 тысяч человек. Все они до марта 2017 года получали выплаты, но потом их отменили. Какие еще важные решения приняты, смотрите в нашем следующем сюжете. Решение принято, льготы вернут. Восстановить справедливость именно сейчас, в канун празднования 75-летия Победы, глава региона Дмитрий Азаров считает правильным. Я принял решение. Первое. С 1 мая 2020 года вернуть единые денежные выплаты всем ветеранам труда, которые получали их по состоянию на 1 марта 2017 года. Таких заслуженных людей в регионе почти 90 тысяч. Еще раз подчеркну, что выплаты начнутся в мае текущего года. Соответствующее поручение дано правительству региону. Выплаты отменили в марте 2017 года для работающих граждан. Перечислять деньги решили только неработающим ветеранам труда и труженикам тыла, пенсия которых составляет менее 19 тысяч 500 рублей. Такое решение вызвало недовольство жителей. Предложение вернуть выплаты поступило от ветеранских организаций. Все правильно губернатор сделал, потому что касается большого количества наших граждан и льготников, и всех граждан нашей губернии, которые своим трудом заслужили этого. У каждого большой трудовой стаж, и они действительно достойны того, что все-таки Родина оценила. Я очень благодарна и признательна губернатору, что он принял правильное решение. Поддержка будет очень большая для ветеранов, для пенсионеров. Кроме того, важное решение глава региона принял и по труженикам тыла. У нас в Самарской области до сих пор не обеспечены жильем 325 труженика тыла. Есть госпрограмма, она работает, но по ней в этом году предусмотрена покупка только 121 квартиры. А полное решение проблемы намечено на 2022 год. Но этот год особенный. Год 75-летия Великой Победы. Поэтому принимаю решение обеспечить всех нуждающихся тружеников тыла жильем уже в текущем 2020 году. Вернуть льготы ветеранам труда и обеспечить жильем тружеников тыла позволят деньги, выделенные Самарской области по президентскому гранту. Напомню, регион по результатам социально-экономического развития признан одним из лучших страней и получил по указу президента 1 миллиард 460 миллионов рублей. В Самарской области организовано общественное обсуждение, на что лучше потратить эти деньги. В топе предложений от населения в том числе было возвращение выплат ветеранам труда и приобретение жилья для тружеников тыла. Но окончательное решение должны были принять 22 апреля в ходе общественного голосования. Но его перенесли из-за распространения коронавирусной инфекции. Губернатор Дмитрий Азаров выразил уверенность, что большинство жителей Самарской области поддержат его решение. В Самаре продолжается месячник по благоустройству. Сотрудники муниципальных предприятий наводят порядок на городских улицах. За работой в Ленинском районе наблюдала наша съемочная группа. Ремонтируют старое ограждение, обновляют урны. В Ленинском районе Самары продолжается месячник по благоустройству. До начала мая запланировано обновить 13,5 тысяч метров ограждений и покрасить 446 урн. Рабочие уже выполнили более 30% от запланированного объема. Убирают и мусор. Трудятся в две смены. Особое внимание обращениям жителей. С людьми через твиттер. Наша служба реагирует на это. И выполняем. В рамках месячника проводим уборку приладковой части, мех подметание тротуаров, ремонт ограждений, покраска урн. Мы приступили на данный момент уже к покраске борт камня и покраске деревьев. В этом году коррективы в график уборки внесли ограничительные меры, которые введены в регионе в связи с пандемией. В этом сезоне самарцы не могут принять активное участие в массовых субботниках, но все городские службы по распоряжению главы города Елены Лапушкиной трудятся в усиленном режиме. Какими бы обстоятельствами у нас с вами не были, мы должны справиться с этой работой. И сейчас у нас этой работой занимаются муниципальные предприятия, это и город Зеленхоз, и муниципальные предприятия благоустройства, и Самарская набережная, и парки Самары, и другие муниципальные предприятия, они планово работают. Безусловно, это работа и управляющих компаний. Графики отслеживаются, и все равно мы к 1 мая, несмотря ни на какие обстоятельства, город подготовим. Готовят к новому сезону и городские фонтаны. Сейчас работы идут сразу на нескольких объектах, в том числе и на Осипенко. Специалисты муниципального предприятия «Спецремстройзеленхоз» красят трубы и частично меняют плитку самого большого фонтана города. Наводить лоск будут еще несколько дней. С основным объемом подготовки технического состояния справились еще зимой. В зимнее время проводилась ревизия оборудования. Мы меняли подшипники на насосах, набивали сальники на задвижках и проводили также работы по электроснабжению и водоснабжению этого фонтана. В этом году в городе будут работать 40 фонтанов. Пробный пуск запланирован на 18 апреля. Лариса Шлафаст, Василий Колдашов. События. В Самаре заработал городской волонтерский штаб. Добровольцы помогают пожилым и маломобильным людям купить продукты и лекарства, а также оплатить услуги ЖКХ. Как оставить заявку и получить помощь, смотрите в нашем следующем сюжете. Здравствуйте, горячая линия штаба волонтеров по помощи пожилым и маломобильным граждан. Меня зовут Денис Фирич, я могу вам помочь. Самарские волонтеры спешат на помощь. Город присоединился к всероссийской акции «Мы вместе». В колл-центре работают десятки добровольцев, чтобы вовремя помочь тем, кто находится в самоизоляции. За смену операторы принимают полсотни звонков. Пожилые и маломобильные люди просят купить продукты, лекарства, а также просят ответить на интересующие вопросы. Вопросы самые различные. От симптомов коронавируса до того, как работают бани, когда откроются различные заведения. По всей имеющейся информации можем проконсультировать. Все обращения направляют во внутригородские районы, где созданы филиалы городского штаба. Откуда добровольцы оперативно доставляют заказы. Также волонтеры могут помочь оплатить услуги ЖКХ. Волонтер может взять наличные средства у человека и через свой телефон здесь же провести платеж, если это необходимо, показать все чеки. Обязательно все чеки предоставляются самому человеку. Нам волонтеры обязательно фотографируют все этапы проведения операции. При обращении на горячую линию человеку сообщают номер заявки. Его нужно запомнить и записать. Чтобы обезопасить себя от возможных мошенников, необходимо удостовериться, что у волонтера есть специальный бейдж и документ, удостоверяющий личность. Кроме того, придя по адресу, волонтер обязан сообщить заявителю номер обращения. Оставить заявку на горячую линию можно по телефону 998-6707 с 8 утра до 20 часов ежедневно, в том числе и в выходные дни. Лариса Шлафас, Николай Епифанов, События. На этом наш выпуск завершен. Читайте нас в Твиттере, смотрите на экранах своих смартфонов и планшетов на базе Android и iOS. Оставайтесь дома, берегите себя и своих близких. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин